Книга «Открытым оком», тема «Мусульманство», 18-й том, вопрос 3275-й. Чувствовали ли современники Магомеда опасность, исходящую от него? Что они предпринимали в той обстановке, чтобы прекратить распространение его учения и религии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Но надо ли было это делать? Он не видел ни от кого христианской любви. У любого самого безумного учения, как у Виссариона, Белого Братства, Богородичного Центра, найдутся последователи. Почему так быстро распространилось учение христиан? Потому что в мире есть свет и есть тьма. Иоанна 3, 20-21 стих. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела Его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны». Вот почему учение Мухаммада так легко было принято кочевыми разбойничьими племенами. От них страдал в ссылке Златоуст, но с ними тоже не церемонились. 1 Маковейских, 12 глава, 31 стих. «Тогда Иоаннафан обратился на арабов, называемых заведеями, поразил их и взял добычу их». 2 Маковейских, 12, 11. «Сражение было жестокое, и когда бывшие с Иудой при помощи Божьей одержали победу, то потерпевшие поражение намады арабы просили Иуду о мире, обещая доставлять им скот и в другом быть полезным им». 3 Достоевский, Федор Михайлович, «Преступление и наказание» показывает рассуждение убийцы Раскольникова. 4 Почему же ему не позволено расколоть череп какой-то вши ростовщицы, а Наполеону дозволено? 5 Если евреям дозволено воевать против арабов, почему же не переложить на кальку книги Маковейских и Тору для арабов? 6 Если есть учение о превосходстве белой нации над черной, то с таким же успехом можно скопировать и на геноцид белых чернокожими. 7 Святые отцы не находили абсолютно ничего духовного в учении Магомеда и заповеди его считали не тяжкими для плотского человека. 8 В них нет даже намека на отход от плотской природы, нет намека на победу духа над плотью. 8 У Ленина, как и у Гитлера, любовь к своему народу через покорение иных, выведение лучшей расы, арийской или арабской. 9 Горьковская. Враг не сдается, его уничтожают. Давно уже обкатана в веках в разных народах. 9 Сура 13. Последняя сура, прочитанная в Мекке перед Хиджой, переселением. 10 Мухаммад перед Хиджой в течение трех дней скрывался от преследования в пещере около Мекки. На третью ночь, когда мекканцы перестали его искать, Мухаммад, Абу Бакар, Абу Бакар со своим слугой и проводником-бедуином отправились на верблюдах в Медину. Это было 8 сентября 622 года. До окрестностей Медны они добрались только через Медина через 16 дней, поскольку, чтобы избежать преследования, двинулись сначала на юг в сторону Йомена. Затем свернули к морю, сделав большой крюк, долго шли по бездорожному побережью и затем только вышли на караванную дорогу, избегая при этом обычных стоянок. В местечке Куба в окрестностях Медины встретили его последователи, ожидавшие его уже несколько дней. Сура 15 относится примерно к 1618 году и прочитана в условиях обострения отношения мекканской знати к Мухаммаду и его последователям, ко времени, известному историю как период блокады, после того, как около 80 человек из последователей ислама выехали в Эфиопию. Вторая хиджа в Эфиопию, конец 1615 года, начало 1616. В Медке осталась небольшая группа мусульман, систематически подвергавшиеся нападкам. Представители мекканской знати в 1616 году неоднократно обращались к Абу Талибу, главе рода хашемитов, с требованиями остановить проповеди его племянника или отказаться от покровительства ему, что дало бы им возможность самим расправиться с ним. Когда Абу Талиб категорически отказал притязанием мекканских предводителей, главы родов подписали договор об объявлении байкота роду хашемитов. Хотя члены рода хашемитов во главе с Абу Талибом вовсе не были сторонниками проповеди Мухаммада, после того они одобряли его действий. Они, тем не менее, по закону родовой взаимовыручки взяли его под свою защиту. Представители рода хашемитов, оставив свои дома, со всех концов города собрались у дома Абу Талиба и стали жить рядом, установив палатки. Байкот продолжается более двух лет, до конца 1618 года. Обстановка в Мекке до предела была накалена. Мухаммаду очень редко удается прочесть свою проповедь, причем в условиях исключительной конспирации. Но бойкот не достиг цели. Несколько влиятельных людей, возглавлявших роды, решили покончить с этой обстановкой и взяли на себя гарантию неприкосновенности Мухаммада, чем и завершился бойкот. 15-й сур, 17-й яд, побиваемый камнями эпитет сатаны. И сейчас одним из элементов совершения хаджа, хаджа, паломчества, в Кабе и другим священным объектом в Мекке является обряд бросания камешков шайтана в долине Минна в окрестностях Мекки. Комментарии. Коран, 21-й сур, 78-й яд. Имеется в виду легенда о том, что Бог подчинил Сулейману ветер, и когда Соломон хотел ветер, когда хотел, ветер переносил его трон из Йемена в Сирию. А когда Давид читал псалмы, горы и птицы слушали его и тоже пели, присоединившись к нему. Идрис, некий пророк до Ноя, Юнус и Она, Гок и Магоб, Яджудж и Маджудж. Моисей говорил плохо, потому что в детстве обжег язык. Черная рука Моисея делалась белой и светилась при сотворении чуда. Кавычки закрыты. Есть похожие на биографию признанных нами героев веры. Исход 20-й глава, 15-й стих. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодези. Диане 7,29. От тих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. Чтобы спасти душу, нужно знать истину, а она только в Библии. 2 Петра 1,16. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитростоплетенным басням последуя, но быв очевидцем его величия. Чтобы мы, 1 Тимофей 1,4, не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше спора, нежели Божьи назидания в вере. Кто с детства воспитан на баснях, им слово истины тяжко. 2 Тимофей 4,4. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Бог и Егова, и Его святые апостолы убеждают нас, чтобы мы жили свято. Титул 1,14. Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины.